И, наконец, третий этап работы со стримом — это терминальные операции, производящие какой-то полезный результат. Терминальная операция запускает стрим на исполнение. Приведу несколько примеров. Терминальная операция ForEach. Она принимает консюмера, которому будут отданы все элементы, которые в стриме остались. В данном случае они будут выведены в консоль. Терминальная операция FindFirst возвращает первый в порядке следования элемент из стрима. Возвращается OptionalInt, потому что стрим может быть пустой, и тогда в нем никакого элемента нет. Аналогично есть операция FindAny. Она не гарантирует, что вернется первый элемент, вернется тот элемент, который стриму удобнее. Терминальная операция AllMatch позволяет проверить, что все элементы стрима удовлетворяют переданному условию — предикату. Возвращается булевское значение, если действительно этот предикат выполняется для всех элементов. Есть аналогичные методы AnyMatch для проверки того, что хотя бы один элемент удовлетворяет предикату. И NoneMatch, проверяющий, что ни один элемент не удовлетворяет предикату. Терминальная операция Min возвращает минимальный элемент из стрима, аналогично в виде Optional, потому что стрим может быть пустой. Есть также терминальная операция Max, возвращающая максимум. Min и Max в случае стрима объектов принимают компаратор, правило по которому определяются минимум и максимум. Терминальная операция Count возвращает просто количество элементов, оставшихся в стриме, после применения всех трансформаций и фильтраций. А доступная в стримах примитивов операция Sum вернет обычную арифметическую сумму элементов. Терминальная операция Collect позволяет собрать элементы стрима в какое-то новое хранилище, например, в список. Тип этого нового хранилища определяется параметром, который передается в метод Collect. Это некий коллектор. И он может собирать элементы стрима во что угодно, не только в коллекции. Многие стандартные коллекторы есть в классе Collectors. И, наконец, терминальная операция Reduce позволяет вычислить свертку элементов стрима. То есть результат применения некоторого бинарного оператора к каждой паре элементов стрима. Пока от стрима не останется один единственный элемент. Это и есть результат свертки, и он возвращается в качестве результата из метода Reduce. Если стрим был пуст, то возвращается некоторое нулевое значение. Важно, что вызвать на стриме терминальную операцию можно только один раз. После вызова терминальной операции стрим считается более непригодным к использованию, и этот объект остается только выбросить. Если к тем же элементам нужно применить еще какое-то преобразование, посчитать по ним какое-то другое значение, то надо заново сконструировать стрим, снова настроить его и запустить какой-то терминальной операцией.